Здравствуйте, дорогие мои подписчики и зрители, которые недавно присоединились к моему каналу. Сегодня поговорим о том, что происходит на YouTube, как эта платформа будет развиваться дальше и какие планы у канала Англичанка. Итак, многие, кто уже давно подписан на мой канал и на другие социальные сети, знают о том, что канал Англичанка был удален с YouTube по непонятным причинам. К счастью, мне удалось установить этот канал и вроде бы как это был обычный глич, как это называется в Англии, то есть какой-то сбой в системе. Я, естественно, обратилась в YouTube, написала им на английском языке письмо. Для меня, конечно, первоначально это был огромный шок, такая объемная большая работа за два года просто-напросто исчезла. Но, в принципе, все видеофайлы у меня сохранены на жестком диске, поэтому я сильно не переживала, так как на канал никто не подписывается, так как просмотры очень сильно упали за последнее время. Я думаю, ну и черт с ним, значит не судьба. Мой канал никак не может набрать тысячу подписчиков, я никак не могу выйти на монетизацию. И даже просмотры упали до такой степени, что если я и наберу тысячу подписчиков, то 4000 часов за последний год у меня уже не набирается. Хотя в первый год у меня было там чуть ли не 18 тысяч часов. Вот такие вот условия YouTube, чтобы выйти на монетизацию. Ну а так как я понимаю, что даже если я выйду на монетизацию, если у меня будет включаться реклама, конечно, это напрягает моего дорогого зрителя, но мне бы хотелось иметь какую-то отдачу, хотя бы в виде какого-то небольшого финансового заработка, потому что я понимаю, что за такое количество просмотров я буду получать, может быть, ну тысячу рублей в месяц, если не меньше. Поэтому я подумала, ну и ладно, закрыли и закрыли, значит не судьба. Подумала я так и решила, что, наверное, до сентября я еще вот выпущу ролики, которые записала, а дальше, если канал не будет развиваться и просмотры, я наслышана, что у многих упали, даже у известных блогеров, что YouTube удаляет и подписчиков, и просмотры. У меня, допустим, на Лонд-Айленде недавно очень хорошо пошел в рост ролик про Бафта, где Кейт посещала Красную Дорожку. Там буквально 1500 за день просмотров было, но на следующий день мне показывает, что всего лишь 300 человек посмотрело этот ролик. Кроме того, YouTube стал удалять комментарии. Допустим, недавно мы с мамой посмотрели ролик про Киров, который я еще два года назад делала, когда мы с ней ездили навещать могилку у моих бабушки и дедушки. Там очень много было комментариев, и даже люди, которые их знали, писали в этом комментарии. Какие-то интересные моменты мы захотели вспомнить, почитать, но там абсолютно все комментарии были удалены. Там их штук 50, наверное, было точно. И, наверное, это самый основной такой ролик, который набрал огромное количество комментариев. Но ни одного комментария мы там не нашли. Сама я их не удаляла. Что делает YouTube, вообще непонятно. Очень много людей жалуются на то, что просмотры у всех упали, на то, что комментарии абсолютно непонятны, по какой причине исчезают. Прямо так и вспомнился Ормелл 1984. Все абсолютно эвапорейтед, то есть испаряется. Вот, поэтому я думаю, ну зачем тогда, если вся твоя работа идет в прах, и в любой день тебя просто без объяснения причины, без какого-либо предупреждения удаляют, испаряют из интернета, из YouTube. Это о чем-то говорит. Поэтому я начала искать другие платформы, о которых я расскажу чуть-чуть попозже. Еще хочу рассказать, если вдруг кто-то из моих подписчиков или вновь присоединившихся зрителей захочет меня поддержать в плане подписки на YouTube. И также просмотров огромного количества роликов. У меня, наверное, их уже около 300-400 скопилось на канале, но до сих пор нет монетизации. Видите, как работаешь-работаешь. В принципе, я не просто так хожу с палкой, да, я очень много подготавливаюсь, прежде чем что-то вам рассказать. Тем более показываю такие кадры, многих из которых нет в интернете, которые я снимала сама, будучи репортером в Лондоне. Но суть не в этом. Суть в том, что если вы хотите, чтобы канал как-то развивался дальше, я вам сегодня расскажу про некоторые юзабилити, это так называется. То есть юз, использование, про помощь, как смотреть ролики, как находить необходимый материал на моем канале. Изначально, если вы вспомнили, что вы видели на моем канале какой-то ролик, и вам необходимо его найти, что-то там посмотреть, какую-то информацию вспомнить, обновить, вы можете зайти на мой канал, и прямо под шапкой канала есть такая строка «Поиск». Это, в принципе, как в любом поисковике в Яндекс, Гугл. Вводите примерные слова о том ролике, который вы видели, который вы ищете, там, допустим, Киров или Кейт Миддлтон, и вам выпадает количество роликов на эту тему по названию и по тегам. Помимо этого, на моем канале существует огромное количество плейлистов. Это и бытовуха, и города, и поездки по Великобритании, и музей, и транспорт, что угодно, недвижимость, правила, иммиграция. Многие ролики подкреплены под несколькими плейлистами. И, допустим, если вас интересует бытовуха, вы находите этот плейлист и смотрите абсолютно всё. Там и про холод, и про то, как снять квартиру, и про то, как мы сажали сад и так далее. Если вас интересует только королевская семья и то, что я о ней рассказывала, вы находите плейлист королевской семьи и там смотрите, что вас интересует. Если вас интересуют города Великобритании, вы заходите в поездки по Великобритании и смотрите, какие города я посещала и что я о них рассказываю. Огромное количество плейлистов, наверное, штук 50 у меня существует. Мало кто об этом знает, наверное, не знаю. Но как-то я вижу, что старые ролики, которые, в принципе, всегда будут актуальны на моем канале, никто практически уже не смотрит. Смотрят только то, что последнее я выпускала на канале Англичанка. Особенно это будет полезно моим новым подписчикам, которые не видели, допустим, ролики об образовании, о каких-то мероприятиях, о том, как я работала няней, о том, как я работала с собаководом. Я считаю, что эти ролики будут очень интересны и полезны. Поэтому можете заходить в плейлист «Я собаковод», и там всё абсолютно о собаках, которых я выгуливала, о моих собаках и так далее. Или образование в Великобритании, там всё об учёбе. Я училась и на курсах английского языка, и в двух университетах в Лондоне. Многое, что я уже рассказала, многое, что ещё впереди хотелось бы рассказать. Но пока не знаю, буду ли я что-нибудь продолжать рассказывать. Конечно, для себя я буду делать, но уже не в таком темпе. Может быть, один ролик в неделю, может быть, один ролик в месяц. Потому что я выгорела, у меня уже больше нет сил. Я жду, когда у меня будет тысяча подписчиков, пока я не выйду на монетизацию. Поэтому канал на YouTube, может быть, и будет существовать, но там я уже буду выпускать очень маленькое количество видеороликов. И, может быть, в конечном итоге всё удалю. Или YouTube сам удалит мой канал. Так что, если хотите меня поддержать, если вы где-то, допустим, на других каналах видите вопрос в комментариях, или сам блогер задаёт вопрос, кто что знает об этом, напишите. Если вы видели ответ на моём канале, напишите в комментарии, что существует такой видеоролик на канале Англичанка. Там она вот подробно рассказывает про, допустим, Олимпийские игры. Как они проходили в Лондоне в 2012 году. Или про то, как попасть на красочный королевский парад в Лондоне. Или что происходит на Скотте. Очень много людей я видела, спрашивает, интересуется, как это всё выглядит, как туда попасть. Но никто не знает. И на мои ролики, где я рассказываю абсолютно всё про то или иное мероприятие, никто не попадает. Поэтому, если хотите поддержать, пожалуйста, пишите в комментариях других блогеров, что эта информация существует на канале Англичанка. Люди будут находить в поиске. Ну и, кроме того, может быть, мало кто об этом знает. Не всегда есть время посмотреть полностью ролик того или иного блогера в обычном режиме. Поэтому на платформе YouTube существует такая шестерёночка внизу. Я вам сейчас покажу, где она находится. Где вы можете нажать на неё и сделать себе, во-первых, хорошее качество, допустим, HD. А если у вас всё плывёт и как-то размазанная картинка, возможно, у вас какое-то автоматизированное качество, выставите на функцию 1080. И тогда у вас будет чёткая картинка и всегда всё будет показывать в лучшем качестве. Ну и, кроме того, чтобы убыстрить того или иного блогера, тот или иной фильм даже, я всегда, практически всегда смотрю на скорости 1.25 или 1.50. Это тоже находится в этой шестерёночке, где вы можете поменять скорость. Поэтому, если у вас нет времени посмотреть там, допустим, 10-минутный ролик, а у вас всего есть 5 минут, но вам бы хотелось дослушать это до конца, то вы можете включить на скорость 1.50 или даже 2, чтобы это всё быстренько прослушать, просмотреть. Вот такие вот фишки существуют на YouTube, и я ими стараюсь активно пользоваться. Ну и про платформы, на которые я, наверное, буду переходить, точнее, они у меня уже существуют. Это платформа в Дзене. Там я уже существую год как, даже уже, наверное, полтора. В принципе, там всё неплохо развивалось, но в последнее время тоже что-то резко всё упало. Может быть, люди на дачу уехали, никто не смотрит, не читает, я не знаю. В основном там были статьи, сейчас я туда все видео сгоняю, и со всех трёх каналов. И также на Рутуб. Рутуб существовал ещё до YouTube, по-моему. Ну, по крайней мере, в одно и то же время создавался. И у меня этот канал был с 2009 или 2008 года, или, может, 2007 года. Сейчас там всё абсолютно изменилось. Я подвязала те ролики, которые у меня уже там существовали, на англичанку. Мы там всё разобрались с Рутубом. И, в общем, буквально вот с апреля он стал сильно развиваться, хорошо. И думаю, что это будет конкуренция YouTube. В России планируют YouTube закрыть. Ну, поговаривают, ходят такие слухи. Поэтому, если что, всё будет в Рутубе. Ну, также у меня есть Instagram, откуда мои подписчики узнали, что канал «Англичанка» полетел в тартарары. Абсолютно все ролики я дублирую в группе ВКонтакте «Англичанка», в Фейсбуке. Там, правда, она немножко по-другому называется «Mista C-Production». Это я когда-то создавала своё портфолио по репортерству. Ой, ну, в общем, все платформы я подкреплю внизу под роликом. На Рутубе, кстати, такая небольшая заманочка. Существуют мои старые ролики. Поездки по Испании, по Италии, в Египет, в Тольятти, питерские какие-то ролики. Эти ролики были созданы ещё до моей жизни в Лондоне. Все они существуют под популярную музыку, поэтому я их на YouTube не могу выставить, потому что их могут забанить, и канал тоже могут забанить без предупреждения. Это вот такие новые правила в YouTube. Я боюсь, что скоро канал «Англичанка» точно закроется. И ещё, кстати, недавно у меня на Канаде Лондайланд был почти что страйк. Меня заставили удалить моё собственное видео, потому что кто-то, по-моему, из Молдавии, какое-то новостное агентство скопировало моё видео, вставило к себе в репортаж полностью, полностью, с моим монтажом, с моим звуком, с моей музыкой, которую я нашла. И они же на меня подали на авторские права, представляете? То есть я должна была удалить свой ролик, и они сказали, что авторские права принадлежат им. Я написала в YouTube, говорю, у меня есть подтверждение, все файлы с этого канала. Я их выставила в своё агентство, что если вдруг будут какие-то, каляем это называется, то есть оспаривание авторских прав, я написала, что это они у меня украли весь мой ролик, и, пожалуйста, заблокируйте у них на сайте, потому что все права полностью принадлежат мне. Я написала, что у меня была аккредитация на это мероприятие, и я написала, что абсолютно весь репортаж сейчас находится на моём новостном сайте, и у YouTube могут возникнуть проблемы, потому что мой новостной сайт оспаривает мои авторские права в мою пользу. Если я найду у кого-то некупленные видеофайлы моего производства, так скажем. Вот, поэтому, да, ролик мне вернули, авторские права мне вернули, уж не знаю, заблокировали там или нет, я не могу сейчас проверить, не помню, как у них канал назывался. Но суть не в том, суть в том, что те люди, которые у меня своровали мои файлы, ещё и на меня же подали как бы в суд, в YouTube, на авторские права, что все права принадлежат им. Я вообще была в шоке, если честно. Так что YouTube, конечно, сдувается капитально. И я не знаю, что будет происходить дальше с YouTube. Поживём, посмотрим. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. До новых встреч.